Рыбакит ТВ. Папа рисует. Рисуем Матроскина. Крупно, крупно и понятно, чтобы он у нас хорошо был виден. Матроскин кот толстенький, хорошенький и сначала надо ему нарисовать голову. Вот так рисуем голову и она такая, как такая вот, в разные стороны. Я надеюсь, вам будет видно. Старого хотела бы, конечно же. Я надеюсь, просто старый, чем старый от нового отличается, тоже непонятно. Ну, немножечко отличается, но я рисую старого. Я нашел старого и рисую старого. Вот его голова, она такая вот похожа на пельмень. Видишь, вот так вот раз идет пельмень и сюда пельмень идет. Все по-пельменски понятно, да? Теперь ему чубчик нарисуем сразу вот так. Раз, два, три. Прям я карандашом рисую, правильно? Никаких стерок я никогда не использую. Посередине нарисуем нос. Нос ему важен. И мордашку. А мордашка идет вот сюда и сюда. И он вот так идет, вот так. Вот это вот кружочек, это мордаха его такой. Я называю вот нижняя, нижняя часть лица, да? А вверх идет вот сюда и сюда его болосочки будут. Вот здесь вот беленькая, серенькая будет, да? А здесь беленькая, здесь серенькая, а здесь темно-серенькая. Или же темно-синенькая, каким хочешь, раскрасишь. Теперь глаза. Глаза круглые рисуем. Так, раз и два. Глаз нарисовал. И сразу же нарисуем ему глаза. И он смотреть будет так, знаешь, как все котики любят смотреть. Так, ласково. Бровки нарисуем, бровки нарисуем. Я стараюсь не спешить все-таки, но если ты видишь, что я спешу, то иди на YouTube. Там можно ставить на паузу. Здесь тоже можно будет поставить на паузу. Вот так. Теперь уши. Уши главное тоже у кота. Уши надо нарисовать. Уши ему вот так идут в сторонке. Вот так в сторонку идет. Потом немножко поднимается вверх. Видишь? А теперь идут вот сюда и вот сюда. Вот они уши. Вот так получаются. Уши получились. Рот. Теперь рот. Рот у него идет вот так. И здесь вот он иногда улыбается или говорит часто и по-разному говорит. Давайте нарисуем вот так. Или нет. Улыбочку. Давайте улыбочку нарисуем. Вот улыбочку. Все-таки я хочу, чтобы мой матроскин улыбался. И он, конечно же, хочет сметанки. Сметанки. Я тоже люблю сметану. Вот у нас кот-кот получился. Рожица его такая мордашка получилась. Отлично. У него здесь небольшие вот неровности, но можно их и не рисовать. Так получилось. Теперь его шарфик. Шарфик тоже очень просто нарисуем. Так в сторону идет. Вот так в шарфик. Раз идет. Два. Это шарфик. А здесь вот он закругляется. И вот у него шарфик такой вот. Ничего сложного нету. Он такой ровненький у него. Просто красный шарфик. И, конечно же, пузо. Пузо коту-матроскину будем рисовать прямо, потому что многим детям трудно его нарисовать. Очень прямо рисуем кота-матроскину. Прямоугольник просто снизу. Здесь лапа вот сюда идет ровная. А здесь вверх идет одна лапа. Тоже просто, чтобы тебе было проще нарисовать. Лапа вверх, лапа вниз. И здесь тоже лапы так он расставляет. Не старайся усложнить его позу. Он прямо в лапы. Одна вниз, другая вверх. Все. Матроскин. Он наверняка будет у нас в таких валенках. Но он часто запомнился нам в валенках. И будем рисовать в валенках. В валенках важно рисовать матроскину. Такой матроскин. И, конечно же, не хватает хвоста. Хвост вот сюда вот так засунем. Сюда вот он разместим его. И хвост у него и немножко пушистый. Тоже вот так вот полосочки. Хотя бы, чтобы две полосочки на хвост поместилось. И теперь надо, чтобы по одной полосочке на ноги было. Хотя бы две полосочки на тело. По полосочке или по две на... Такие полосочки я рисую на руки. Ну, на лапы или руки. И здесь просто так вот рисуем. Так раз. Сколько у него пальцев? У него три пальца. Раз, два, три. Вот так рисуем. Здесь лапа. И здесь тоже так он поднимает и так мажет нам. Вот так вот. Раз. Поставь руку свою. И видишь, как у него. Вот так лапа идет. Один палец. Второй. Третий. И сюда идет. Вот так. Отлично. Так. Получается здорово. Сейчас будем раскрашивать. Основное мы нарисовали. Теперь раскрасим. Раскрашиваем опять-таки просто карандашами. И давай я возьму синий. Я думаю, что синий подойдет для матроски. Но тем более, сейчас он уже почти всегда синий. Но хотя раньше он был такой темно-синий. Ну, или синий-серый. Карандашами раскрашиваем полоски. Полоски, полоски, полоски. Прям смотри, как я сейчас стараюсь. Я стараюсь просто покрасить полоски. Не стараюсь прям сильно-сильно прям очень тщательно закрасить. Я просто вот так. Раз, 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 раз. И получилось уже здорово. Уже синий матроскин. Давай вот здесь у него полностью. Вся его верхняя часть лица, ну, не лица, а головы, она темно-синяя полностью будет. И мы полностью закрашиваем темно-синим. Прямо сверху закрашиваем, закрашиваем, закрашиваем. Отлично. Теперь возьмем вообще синий, наверное, вот еще есть. Это такой был голубоватый цвет, а теперь возьмем синий цвет. Синим цветом немножко везде уже будем дорабатывать свои полосочки. И доводить их до темноты немножечко. Получается у нас кот Матроскин, такой настоящий художественный, получится. Он где-то темнее, где-то светлее. И мы набираем, набираем, набираем. Получается он у нас голубосиний такой, как кот Матроскин, конечно же, был. Пока я рисую, раскрашиваю, расскажу, что я думаю про простоквашино. Про новую простоквашино, про старую простоквашино. Мне, конечно же, как выросшему вообще на старую простоквашино, конечно же, он очень нравится. Я новую простоквашино видел, он мне тоже понравился. Но я уже не могу остановиться и любить так же новый простоквашино, как старый. Понимаете? Из-за этого немножечко у меня моя настоящая любовь. И это старый простоквашино. Старый Матроскин, старый дядя Федор. Дядя Федор на всю жизнь со мной останется. И все ребята, которые есть, там тоже останутся. Мне все это нравится. Чем мне нравится сам простоквашино старый? Тем, что там очень много такого натурального, семейного общения между людьми. Там нет каких-то сложных ситуаций. Там есть просто самостоятельный дядя Федор, который поехал на дачу и проводит время сам так, как он хочет. В общем-то, моя мечта так жить и проводить время так, как я хочу. Не сидеть, к примеру, в квартире, а поехать на дачу и заниматься тем, чем я занимался обычно на даче. Так же, как и любой дядя Федор. Я там ловил рыбу, ходил за грибами. Все это мне нравилось. Вот такой у нас Матроскин получился. Теперь еще возьмем красный цвет. Какого цвета глаза у Матроскина? Кто знает? Я знаю, что они... Давайте, напишите, напишите в Инстаграм. Можно писать. Лайк мне ставят. Спасибо за лайки. Я очень расстраиваюсь, когда кто-то расстраивается и не выигрывает, конечно, из-за того, что он не выигрывает. Но я прошу вас, не расстраивайтесь. Если вы даже не выиграли, у вас все равно получились красивые рисунки. И мы вместе с вами рисуем. Так, написали. Нет, не написали какого цвета глаза в Матроске. Но я знаю, что они зеленые, потому что у кота они часто зеленые. Голубые. Мне кажется, зеленые все-таки. Голубые. Мне кажется, зеленые глаза у Матроскина. У этого Матроскина, у моего Матроскина будут зеленые глаза. Розовые ушки. Розовый ротик. Черный, черный, черный носик. И сейчас будем заканчивать. Заканчивать, наверное, я подведу все-таки немножко маркером. Некоторые моменты, чтобы глазки видны были. Чтобы бровки и так далее. Такие вещи я немножко выделю. Носик. Немножко обведу. Если у вас не хватает силы карандаша нажатия, возьмите маркер. Фломастер, к примеру. И можете фломастером дорисовать. Вот сейчас я рисую маркером. Вы можете фломастером. Я также и фломастером могу дорисовывать. Так. Получается вот такой код. Теперь как раз стоит немножко обвести. Хотя мне бы хотелось из пластилина его слепить. И я недавно такой пластилин получил тоже. И хочу завтра попробовать из пластилина. Так что все, кто хочет участвовать, завтра готовим пластилин. И будем из пластилина лепить тоже. Тоже же, как и мы знаем, мы лепим только героев из мультика в Союзмультфильм. Такой получился Матроскин. Вау! Я, может быть, спешу, но ставь на паузу. Пока можете ждем, что ждем пластилина. Я очень тоже жду. Я его уже заказал. И он завтра придет. Завтра я заеду в доставку и заберу пластилинчик. Завтра обязательно будет пластилин. 100% не с утра, может быть, но с обеда точно. Обязательно хочу. Вот такой Матроскин у меня получился. Вот здесь какие-то неровности. Можешь смешивать карандаш и карандаш, и маркеры, и фломастеры тоже хорошо вмешиваются. Матроскин. Я не знаю, как это нарисовать, но мне очень нравится Матроскин. И я его нарисую всего в сердечках. Потому что это мой любимый герой. И озвучивает, Табаков его озвучивает, кажется, и мне он очень нравится. Такой вот получился Матроскин. Спасибо всем, кто участвовал сегодня в конкурсе. Завтра конкурс продолжится. По будням я буду каждый день до конца августа приходить и рисовать. Если вы смотрите ролик на YouTube, приходите в Instagram. Там вы можете мне что-то написать, присылать свои работы. Я обязательно сделаю репост и поставлю большой лайк. Это стимул для ребят, для детей, которые хотят рисовать. Ваша работа появится у меня на канале в Instagram. Обязательно. Всем большое спасибо. Хорошего вечера. Я буду готовиться получше, чтобы у меня телефон не зависали. Извините, что зависал целый день телефон. Целый наш сегодня вечер. Она пишет, спасибо, очень рада, что я выиграла и вы нарисовали. Спасибо, пожалуйста, тебе. Спасибо тебе, что ты рисовала. Вот так вот. И спасибо всем, конечно же. Я вижу, старые ребята приходят, те, которые весной приходили. Немножко у меня был перерыв, пару месяцев, но я продолжаю. Такой немножко сложный рисунок получился. Я обязательно его упрощу еще больше. Первый раз рисую Матронскина и первый раз все-таки сложный для ребят, которые вот 4 года, чтобы повторять. Будет что-то еще проще. Все. Хорошего вечера. До завтра. До завтра. Мягкие деревянные карандаши Рыбакит Папа рисует. Плюс специальные уроки рисования внутри.